МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так называемый народный мэр о внешнем виде заботится тщательно. Но скоро стало ясно, что подготовка к заседанию дальше прически и костюма не пошла. Форма не соответствовала содержанию. Победы Костусевской команды проявились уже при подведении итогов первого этапа программы «Народный бюджет». В целом, по мнению губернатора, полезную идею удалось осуществить. Между тем, похвалы в адрес городского руководства не прозвучало. Зато планы на будущий год явно демонстрируют недоверие к местной власти. Будет специально принята программа по городу Одесса. В районе 100 миллионов гривен мы предполагаем. Туда же входят и детские садики, туда же входят и междворовые проезды, туда же входят и музеи злота, ну и культурных мероприятий массы. Заниматься благоустройством города – дело местных властей. Если за это берется областная администрация, значит доверия к одесской мэрии уже нет. Дальше больше. Халатное отношение городских чиновников к своей работе напрямую бьет по областному бюджету. Взять хотя бы земельный налог. За год его сбор в области вырос на 13%. Хотела бы обратить внимание, здесь у нас присутствует Алексей Алексеевич, что у нас ситуация намного хуже, чем по области, это по городу Одесса. Если мы имеем рост по 13% по области в целом, то Одесса, которая у нас, это почти 50% поступлений по плате за землю, идет меньше на 5%, то есть всего лишь плюс 8%. Речь идет не о мелких недоимках, а об огромных суммах. Эти деньги чиновники просто не заметили. Случайно или умышленно. Мы получаем почти полумиллиарда налога на землю. В каких суммах идет речь? Эти суммы не поступают в областной бюджет. Это мы могли бы говорить, да, что не поступают в областной бюджет, и отсюда мы регулируем. Получается, их у нас забрали, правильно? А они нигде не выплыли. В вопросе продажи земли и имущества Одесская мэрия тоже не оправдала надежд областного руководства. Алексею Костусеву пришлось выслушивать выговор начальника управления финансов дважды. Один нам бы хотелось обратиться опять же к Алексею Алексеевичу, потому что, как и земля, продажа земли и продажа имущества, это наполнение собственных доходов города Одессы. И если область работает и в помощь городу по заработной плате, по подоходному налогу, потому что мы кровно заинтересованы, отвечаем за заработную плату, то это те собственные ресурсы, которые город может направить на строительство, на ремонт и все остальное. Оказалось, городская власть, чтобы не напрягаться, пошла по пути наименьшего сопротивления. Берут те деньги, которые сами текут в руки. На сегодня мы имеем, что бюджет развития города наполняется, идет на 70% обеспечивается единым налогом. То, что платят предприниматели города Одесса. Вот почему Одесса стала похожа на сплошной беспорядочный базар. Лотки и будки стоят везде, где осталось свободное место. Нежелание местных чиновников работать не только способствует развитию теневого бизнеса и опустошает бюджет, но и уродует город. Я уже давно, за два с половиной года, побачила, что причина только у нас, в чиновниках. Потому что мы с верхней относимся до человека и не понимаем, что зарплату, которую получают все специалисты управлений, в том числе и земельных, это те руководители предпринимателей, которые платят. Критику сверху Костусев проглотил молча. Видимо, не знал, что ответить. Кругом виноват. Иначе, почему молчал? Не попытался объяснить, оправдаться. Главный чиновник города, как побитый мальчик, не смел слова сказать партийному руководству. Вспоминая для сравнения прошлого мэра, надо заметить, что Эдуард Гурвиц в таком положении не оказывался никогда и в любой ситуации выступал по делу. Зачем тогда Костусев вообще приходил, непонятно. Наверное, просто приказали быть рядом. Выглядело это довольно жалко. В отличие от заседания в горсовете, здесь мэр даже ничего не обещал. Может быть, потому, что обещать уже бессмысленно. Никто все равно не поверит. Обычно так ведут себя, когда терять нечего, перед скорой отставкой. Субтитры подогнал «Симон»